запись пошла ну раз вы уж отвлеклись от персика ладно смотрите вот это вишни и всегда но вот видите здесь у нас такие не редкость вот хотите сейчас там ведерко и соберете она не отчего распространяешь вас не все благополучно понятно но это здесь здесь есть несколько этих самых саженцев на продажу но они без горшков ладно теперь черешья черешья если что самим как это делается вначале выращивается вишня смотрите вот она и смотрите четко видно что в нее это скелет привитый черешья глядите раз и вот еще вот этот момент вы спросили я отвечаю настоящая черешья смотрите на листья привита на вишню вот это и гарантия того что она не замерзнет вы видели показывал 8-метровый черешья а это персики да они были посажены косточками весной прошлого года вот то есть фактически два сезона так-то вроде бы полтора года на два сезона вот какой-то лучше удался вот теперь впереди головная боль можем вообще не укрывать смотрите дело в том что на каждом участке обязательно есть такие особые зоны я их называю тепловая подушка ну так как я снимаю фильм то говорю на всякий случай полная картина видите с четырех сторон все закрыто от ветра но не от солнца и вот тут у меня сейчас вам покажу персики не укрывные вот они вот вот они прижаты забору светлому забору видите они привиты это же как ваш один привит на прекрасно видно на майжурский абрикос а второй прекрасно видно привит на китайскую сливу вот раз два вон третий он касается так вот здесь они не укрывные потому что как бы особое место солнце с юга достает запада достает а севера нет ну и не надо вот теперь так минусинцы на 100 километров севернее давайте учитывать этот момент вот кстати вот они подрастают севернее видите не привиты они все еще вот все тысячи в это время не продаем потому что это они не в горшках горшках то нет нормально придется а эти попозже смотрите значит что получается один вариант вот так вот вот так вот вот так вот вот и все это обмотать материей да значит вариант я проверял есть такой в строительных магазинах материал который называется стеклоткань она не не потеет она как-то не не впитывает себя влагу под ней не перец то есть вариант такой что это стеклоткань обмотали хотя бы до середины раз второе вот а вы же посадили да вот смотрите сюда полукрывная форма смотрите вот я присел да видите и вот это вот прижали как я делал фотографии обыкновенным поленом прижимала от лени можно специальными скобами только не металлическими чтобы они не то мороз не передавали вот видите и уже вот сейчас раз два три да вот с той стороны четыре пять пятьдесят процентов кроны точно будет под снегом они наверняка выживут они вот значит желательно я по снегам укрывал и больше ничего но рекомендуется допустим взять агрил так вот так вот взяли сверху накрыли агрилом и и все а дальше снег сверху сам засыпет агрил ткань такая укрывной материал вот вот видите как это легко делается а вот это остается на счастье вертикальная часть то есть я вот так вот укрою вот это вот под снег это на всякий случай чтобы не остаться без урожая а это на удачу то есть он будет стоять на морозе я буду доказывать что мороза не боится но зараза пропускает урожай будет вертикальная часть хорошо раз три года будут персики но не замерзает снег можно снег можно нагрести нагрести и так или вертикально вот так вот вот так обхватить все это вот и когда вам верхушку обрезали обрезали он будет вот так распластываться это все спокойно укрывается придавили я просто обыкновенных этими поленьями придавлю которые для печки вот и потом поднимаешь весна пришла полену убрал приподнимается вот до такой степени можно помочь приподнять а это вы должны почувствовать потому что снег растает так очень быстро солнце а таки это куда деваться и вам спасибо до свидания и